Книга в стиле фэнтези-приключения Элис и Кэти рассказывает о девочке, которая вместе со своей кошкой попала в волшебный мир. Там героиня находит новых друзей и с их помощью преодолевает различные трудности. Автор произведения, 11-летняя Евгения Харькова, использовала прием кинематографичности с двумя сюжетными линиями – «Страны реальности» и «Страны снов». А началось всё с написания короткого рассказа. А потом мне этот рассказ настолько сильно понравился, что я решила написать для себя книгу. Ну и потом, когда я написала примерно половину, я поняла, что не хочу её только для себя. Что если для себя, то только я буду знать некоторые мои друзья. А если бы это все знали, ну некоторые люди, которые будут это читать, было бы намного лучше. Стремление к творчеству, рассказывает мама юной писательницы, проявилось у девочки во время знакомства со сказками. Евгения пыталась интерпретировать их сюжеты и на свой лад переписать мировую мифологию. Задуманная фантастическая книга будет состоять из трёх частей. Публики пока презентовали только первую в интерактивном формате. Интерактивность, она будет выражаться в том, что мы делаем сейчас страничку специальную в соцсетях. И первую часть книги мы можем опубликовать уже полностью. Но, наверное, всё равно будем это делать какими-то эпизодами. И в тот же самый момент могут подключаться читатели. Читатели могут предлагать свои варианты развития каждого события, завершение каждой части, общение каких-то персонажей между собой. Даже компоновка частей, она тоже подлежит обсуждению. Книга создаётся полностью детьми. Её иллюстрированием занимается 11-летняя Анита. Эскизы рисуют как с помощью графического планшета, так и в блокноте со специальной французской бумагой. Главными героями, говорит девочка, увлеклась сразу. Они очень интересно сделаны. В них много всего. То есть они наполнены всевозможными интересными эмоциями. Прям говорят их. Представляешь себе и чувствуешь, что они что-то говорят тебе. Книгу «Приключения Элис и Кэти» авторы мечтают увидеть как печатное издание. Если для этого найдутся инвесторы, то часть будущих гонораров девочки обещают направить на благотворительность. Надежда Тофан, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».